Посоветуйте, как аргументированно провести беседу с подростками восьми-двенадцати лет? Во дворе о вреде беспричинного мата матерятся пацаны и девочки хуже строителей. Восьми-двенадцати лет я точно не подскажу. Пьяный возница бьет потную лошадь, глаз лошадиный заплакать готов. И в такт ударом льются на площадь густые потоки черных слов. А рядом ребята на детской площадке. Люди с портфелями держат путь, идут и играют как будто в прятки. Мы, мол, не слышим, все в порядке. Разве поморщится кто-нибудь? И кажется всем привычной вещью, что меркнет солнце от черных слов. Что лошадь плачет по-человечьи, а человек ниже всех скотов. Мне могут сказать, вы не все рассмотрели, чудак, а милиция наш на что. Послушайте, как выводит трели над мостовой милицейский свисток. Слышу, вижу, читаю газеты. Законы советские знаю и чту. И знаю еще, что одним декретом не вытравить черных слов в быту. Ко всем хулиганам и сквернословам милиционеров нельзя прикрепить. С черным делом и с черным словом каждому надо в бой вступить. Эту плесень ушедшего мира наше солнце еще не сожгло. С улицы в дом, из трамвая в квартиру. Черное... А вот час назад. Черное слово, шипя, уползло. Оно повсюду находит проходы, таясь, как зараза в толпе людской. Ползет на фабрики и на заводы, гнездится в школе и в мастерской. Оно, как грязь, прилипает к коже, не разбирая лица чинов. И смотришь, и ну и начальник не может. И часу прожить без черных слов. Товарищи, долго ли мы еще будем терпеть сквернословье в родном быту? Давно пора нам, советским людям, в родном языке навести чистоту. Не смеют ахальники и хулиганы хриплый голос свой подымать и оскорблять роготней поганой высокое светлое слово «мать». В стране, где свято чтут материнство, в стране героических матерей, пора заклеймить, как последнее свинство, слова, недостойные даже зверей. Я знаю, есть люди, которые скажут «Вы чистоплюй, товарищ поэт». Черное слово, как масло к каше, и ничего в нем преступного нет. И станут доказывать, что народу близок набор этих слов гнилых. Что это слова самой русской породы, и не обойдешься в работе без них. Ложь и поклеп на народные вкусы, ложь и поклеп на рабочий класс. В этих речах простовато искусных голос врага унижает нас. Нет, ни крестьянин, ни пролетарий, бесславный родитель черных слов. Их выдумал деспот, их выплюнул барин для черни, для дворни и для рабов. Они рождены обжорством и блудом, в них темного времени хамство и злость. Они появились, чтоб с черным людям могла разговаривать белая кость. А мы, нам остатки такого наследства, надо скорее уничтожить дотла. Чтоб наши советские юности детства эта зараза лизнуть не смогла. От слова грязного и гнилого освободим нашу гордую речь. Русское светлое красное слово, от черного слова будем беречь. Борьбу поведем беспощадно и смело, чтоб сгинув навеки пропали они. Черное слово, черное дело, черная совесть, черные дни. Вот так, товарищи. Так, по поводу черного слова, тут моменты в том, что опять темное время с барами. Да, да. А, между прочим, обрати внимание, как пролетарский поэт классово верно-то написал. Не с одним черным словом, да. Черное слово, черное дело, черная совесть и черные дни. О, они только вместе все, товарищи, могут пропасть. Не, ну а подросткам, там, что, если они к тебе прислушиваются... Как аргументировано? Я говорю, если они к тебе прислушиваются, товарищ дорогой, ты можешь накидать, что... Вот как раз из черного слова, я же не к тому, чтоб черное слово читать. Там те аргументы, что это, блин, для черни, для дворни и для рабов. Что это баре тебе специально навязали вот эту манеру. Чтоб у них потом был повод, что, а, ты мотюкнулся, все, я в таком тоне разговаривать не хочу. Понял? Чтоб завиноватить тебя, где ты не виноват. Ты привык на эмоциях материться, а тебе полицаи, опа, опа, нарушение, блин, общественного порядка. И под благовидным предлогом тебя вокалоток. И пять суток тебе выпишут. Или пятнадцать. Вот как можно накидать, товарищи дорогие. Можно накидать, что когда ты подходишь, блин, на будьте любезны, культурно и интеллигентно, то, во-первых, впечатление сразу другое. Во-вторых, когда ты начальство из себя не строишь и не материшься, то человек, у него бывает, что психологически, да, ты подошел на ре, и, получается, он так бы и сделал, что ты хочешь, но тут получится как-то, вроде как, что на тебя он рыкнул, а ты испугался, и он тоже свое включает тебя в ответ. А так, наоборот, он понимает, что он тебе поможет и будет выглядеть, наоборот, хорошим человеком, к которому культурно подошли, и он культурно отнесся. Так что, вот, можешь учить подростков, что это, чтобы вас ослабить, придумано. И плохо очень, скажи, что вы с детства приучаетесь, потому что если с детства привыкнуть, то к чему угодно, то отвыкнуть сложнее намного, чем если ты во взрослом возрасте уже набрался. А привыкнуть к этому сейчас легко, там, сейчас все блогеры матерятся, это на телевидении идет матер. Ну, вот, вот, можешь на это сказать, что вы как все будете? Что вы будете как стадо? Все матерятся, и вы материтесь. Вы наоборот, блин, вы будете не как все. Все матерятся, а вы нам будете любезны. Да, можно сказать, не, можно, кстати, вот касаемо беспричинного, да, можно сказать, что, блин, это тоже. Потому что не надо таким чистоплюем быть, что там тебе там сказали, двенадцатиэтажным, и у тебя же, блин, голова закружилась от избытка чувств. Ну, это тоже можно иной раз и сказать, когда уместно. Знаете, а вы еще вот в силу возраста, вы не разбираетесь, уместно или нет. И по вам вот видно даже вот на практике, что вы не понимаете, когда уместно, когда нет. Если вы вот эту тирану выстрелите, когда попали себе молотком по пальцу, то вас особо никто не осудит. Или когда он там расплавленное олово капнул, куда-нибудь заворотни. Ну, как-то так, дорогой товарищ, как-то так можно накидать.